Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Давненько мы не делали наших разборочек и подготовили мы вам сегодня очень что-то интересное – двухлитровый турбодизель от Volvo из современной линейки, который выпускается до сих пор. Итак, встречаем! Краткий экскурс в историю. Компания Volvo начала использовать двигатели собственного производства с 2000 года. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор такого мотора. Напомним, что у такого двигателя легкосплавный блок цилиндров на 5 цилиндров с чугунными гильзами. Также в приводе ГРМ ремень. Есть версии на 2,2,4 литра с вихревыми заслонками и без. Самое главное, что нужно знать, это то, что шведский турбодизель не разваливается, как об этом пишут многочисленные диванные эксперты. Но его реально довести до пробоя прокладки ГБЦ, а также до трещин между соседними цилиндрами, если его некорректно чипануть и эксплуатировать замученной системой охлаждения. В целом, эти алюминиевые турбодизели выхаживают по миллиону километров. А сейчас перед нами совершенно новый двигатель. Это рядная битурбочетверка, которая появилась на автомобилях Volvo в 2013 году. Кстати, ее выпускают до сих пор. Она выдает мощность от 120 до 240 л.с. в версии D5 Polestar. Мы очень скоро обо всем подробно расскажем. Но сейчас упомянем, что хлопоты у этого турбодизеля точно такие же, как и у любых других дизельных моторов. Ну, например, при пробеге в 200 тысяч километров надо будет почистить клапан EGR и весь впускной тракт после него. Впрыс Cat Blue начал появляться с 2018 года, и при необходимости он легко удаляется и отшивается профильными специалистами. Крайне нежелательно экспериментировать с маслом и заливать то, которое не подходит этому мотору ни по вязкости, ни по допускам. Далее мы подробнее об этом расскажем. Ну, а пока давайте обозревать известные слабости этого мотора. Одни из первых случаев обращения на сервис были связаны с посторонним шумом во время работы двигателя, то есть с его появлением. Этот шум был похож на частое шуршание либо на глухое постукивание, и часто этот шум появлялся в мороз после запуска двигателя. А источником шума был и есть демпферный шкив коленвала, который находится вот здесь. Точнее не сам шкив, а его демпфер. Новый демпферный шкив коленвала стоит 500 долларов за оригинал, 250 за заменитель. Иногда источником тихого постороннего шума является лопнувшая у фланца трубка, по которой отработавшие газы из выпускного коллектора идут в клапан EGR. Эта трубка огибает двигатель с водительской стороны и идет назад к выпуску. Эта ситуация в основном случается на самых мощных версиях D5 моторов. Новая трубка, модернизированная, не прогорает. Стоит 200 долларов. Сверху над трубкой EGR проложена одна из трубок системы охлаждения и в нее через штуцер подключена маленькая тоненькая пароотводящая трубка. Так вот, ломается ее фланец. Это место очень хорошо видно. Оно находится возле вакуумного насоса. Если такая ситуация произойдет, то, естественно, начнет вытекать антифриз. Бортовой компьютер сообщит о его низком уровне. И, кстати, этот штуцер еще очень часто ломают, когда добираются до трубки EGR. Вот эта трубочка, которую надо будет поменять, стоит 60 долларов. Пластиковый впускной коллектор этого двигателя прикручивается прямо к ГБЦ. Напомним, что у 5-цилиндровых двигателей Volvo впускной коллектор накрывал всю ГБЦ, то есть был элементом клапанной крышки. Во впускном коллекторе 4-цилиндрового турбодизеля есть вихревые заслонки. Их пока никаких проблем. Они не вредят этим новым турбодизелям. И никаких ремкомплектов или каких-либо других решений нет от неоригинальных сторонних производителей. Кстати, топливная система на этом моторе японская, от компании Denso. И вся система управления двигателем, то есть от датчиков до ЭБУ, тоже Denso. ТНВД Denso одноплунжерный и может в пике сжимать топливо до 2500 бар, а это огромная величина. Форсунки у этого двигателя хитрые, аж на 6 пинов, то есть 6 контактов в разъеме, так как там встроены датчики температуры, датчики давления топлива и даже микропроцессор для более точного управления впрыском. Вся эта система Common Rail очень надежна. Японское качество во всей красе нареканий не вызывает. Но не каждый сервис по Common Rail сможет продиагностировать и протестировать эти форсунки. Новых форсунок в продаже не найти. БУ стоят на разборках примерно по 100 долларов. Нужны отличные форсунки обязательно в «АвтоСтронг». По традициям ГРМ у моторов Volvo приводится зубчатым ремнём. Ещё этот зубчатый ремень приводит помпу и ТНВД, который должен быть где-то здесь. В направляющем механизме тут помимо натяжителя предусмотрена пара ленивцев, которые обеспечивают, скажем так, максимальное сцепление ремня ГРМ Сашки в ОМТНВД. Ремень ГРМ нужно менять каждые 120 тысяч километров. Полный оригинальный комплект ремня ГРМ с помпой обойдётся в сумму порядка 300 долларов. Про ГРМ это ещё не всё. Сейчас чуть-чуть вот здесь всё подразберём, и дальше подробнее расскажем и покажем. Ну а сегодня разобрать вот этот вот свежий мотор Volvo нам поможет очень свежий механик. Александр, встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Оба турбокомпрессора на таких моторах расположены со стороны моторного щита. Каждый из них прикручен к выпускному коллектору. Малоинерционный турбокомпрессор располагается снизу. Его горячая улитка отлита одной деталью с выпускным коллектором, а турбокомпрессор высокого давления прикручен к коллектору сверху. Кстати, при пробегах более 150 тысяч километров прокладка между выпускным коллектором и ГБЦ начинает пропускать газы и слышен характерный тихий шум и запах газов. Новая прокладка стоит примерно 35 долларов. Обратите внимание на турбину низкого давления. У неё два фланца. В один фланец прикручивается клапан, который управляет потоками воздуха после турбин. Этот клапан чисто механический и никакого электронного управления не имеет. Когда клапан начинает закрываться, то надутый малой турбиной воздух отправляется во второй фланец. Он соединен отдельным патрубком с верхним компрессором. Таким образом, турбина высокого давления всегда всасывает воздух, прошедший через турбину малого давления. Обратите внимание, что ни у одной из турбин нет механизмов изменения геометрии, а есть лишь две заслонки, которые управляют потоками газов, управляются вакуумными актуаторами без обратной связи. Оба актуатора соединены с расположенным над турбинами и вакуумным ресивером. Для соединения используются, разумеется, резиновые шланги и пара электровакуумных клапанов. Так вот, на данный момент при пробегах в 250 тысяч километров проблемы в управлении турбинами и наддувом возникают из-за растрескивания этих трубочек. Реже шалят электровакуумные клапаны. Турбины выхаживают более 400 тысяч километров. И тут два момента. Масло надо менять каждые 10 тысяч километров, чтобы не изнашивались валы турбин. Ремкомплектов буквально нет. Придется покупать новые по пару тысяч долларов за штуку, либо покупать б.у. турбины. Нужны хорошие турбины в «АвтоСтронг». Самые мощные версии этих дизелей, а такие машины обозначаются D5, имеют систему PowerPulse. Так вот, там под капотом с правой стороны есть поршневой компрессор и бак-ресивер. Чтобы совсем убрать турбояму, воздух из ресивера по шлангу поступает во впускной коллектор и тем самым разгоняет обе турбины. Этот шланг подключается к отверстию стальной трубки, по которым отработавшие газы попадают в систему EGR. Таких машин неудачным получился шланг от ресивера до клапана, который открывается для пропуска воздуха турбином. Он просто протирается и рвется в самых неожиданных местах. И никаких ошибок при этом не появляется, а многие владельцы не знают турбоямы. Ощутить ее можно лишь при нажатии педали акселератора в пол, если свежи воспоминания о том, как D5 действительно должен ехать с исправной системой PowerPulse. Инженеры Volvo обновляли трубку данной системы более шести раз, а профильные сервисы предлагают установку более износостойких шлангов для гидравлики, чем оригинальная проблемная трубка. При пробегах примерно в 150 метров, тысяч километров на этих моторах начинает течь маслом прокладка клапанной крышки. Так вот, новая прокладка, оригинальная, стоит $70. Есть заменители, которые дешевле. Ну а теперь по состоянию. Обратите внимание на благородный масляный налет. Учитывая, что это дизель, никакого износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. После того, как мы немного разобрали мотор, продолжаем рассказ про ГРМ. Итак, ремень ГРМ приводит оба распредвала одним шкивом, который прикручен к выпускному распредвалу. Так вот, на другом конце ГБЦ эти распредвалы связаны с шестернями. Замена ремня ГРМ производится после снятия правой опоры двигателя и никакого специального инструмента не требует. Бывают случаи, что ремень ГРМ обрывает, но это из-за перепробегов. Да, бывают случаи, когда этот двигатель устраивает борьбу поршней и клапанов. То есть их столкновение при пробеге примерно в 120 тысяч километров. ГРМ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok С ГБЦ у этих двигателей ничего плохого не случается. В данном случае мы не видим прогоревших клапанов и погнутых клапанов. А вот эта ситуация из-за того, что моторчик немножко постоял и дожидался нашей разборки. Как уже отмечали, блок цилиндров здесь из алюминиевого сплава и в него залиты танкостенные чугунные гильзы. Никакой особой обработки на стенках гильз нет. Единственное, есть специальная обработка на изнаночной стороне гильз, которая нужна для их лучшей адгезии с алюминиевым сплавом на этапе отливки блока. Несмотря на все ничем необоснованные мнения, что дизель алюминиевый – это ненадёжно, вот эти силовые агрегаты Volvo запросто пробегают более 500 тысяч километров. Да, в первые годы выпуска были случаи, когда трескались ГБЦ и даже блоки, но это было только на фоне перегрева двигателя. Поршневые кольца к этому двигателю есть в продаже как оригинальные, так и от Mali. Под коленвалом находится блок балансирных валов и приводится к косозубой передаче. Это хорошее и надёжное решение. Маслонасос приводится отдельной цепью от коленвала. Проблем с этой деталью нет. То есть, есть моторы, которые прошли 500 тысяч километров и никаких проблем с маслонасосом у них не было. Дополним, что в этот двигатель надо лить масло вязкостью 0V20 со специальным допуском Volvo. Вот он. Любопытно, в маслозаборнике этого двигателя мы нашли металлические осколки. Любопытно, откуда они и как сюда попали. Сейчас будем разбираться дальше. И, кстати, вот это та самая косозубая передача, которая приводит валы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь давайте поговорим о состоянии цилиндропоршневой группы. Краткий спойлер. Далее мы вам расскажем небольшую интересную историю этого двигателя. Так вот, обратите внимание, что практически все шатунные вкладыши, кроме вот этих, изношены. Изношены даже некоторые вот до такого состояния. И вот эти вот металлические части мы видели в маслозаборнике. Вдобавок все маслосъемные кольца закоксованы. Естественно, из-за вот этой ситуации и будут повреждены шейки коленвала. Износ ощущается на ощупь. То есть не износ, а даже, можно сказать, повреждение. Коренные вкладыши изношены, то есть с царапинами, но не так смертельно, как вот эти. Ну а теперь небольшая история. У этого двигателя пробег четыреста десять тысяч километров. И этот мотор привез сам машину на СТО, чтобы на этом СТО его заменили. Потому что последнее время он ездил с таким тихим цокотом. Ну и его поменяли. Мы его разобрали. И посмотрите, то есть двигатель способен ездить до последнего момента, когда вкладыши у него вот в таком состоянии. То есть, а перед этим предыдущий владелец пробил поддон, чуть-чуть поездил с масляным голоданием. Ну, затем поменял поддон, залил масло, но все равно впоследствии уже неотвратимы. Коренные вкладыши выглядят неплохо. Кому интересно, в блоке есть маслофорсунки. Так вот, несмотря на нашу ситуацию, битурбированные двухлитровые четверки «Вольво» дизельные не имеют серьезных проблем. По ним не было отзывных компаний, которые решали фатальные ошибки. Но обслуживать их надо на профильных сервисах и со специалистами, которые реально знают свое дело. Если говорить о расходных материалах, то на них есть все что угодно от разных производителей. Единственное, что ремкомплект для турбин существует только в оригинале. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok